Уже в 14-й раз в Надыме прошел конкурс «Кочевая семья», которая рассказывает жителям и гостям города о мастерстве и творчестве тундровиков. В этом году участники показывали свои умения в трех номинациях. Они представили визитную карточку, продемонстрировали плоды рукоделия и устроили дефиле в зимних нарядах, шитых, конечно, собственноручно. Подробности в сюжете наших коллег из телерадиокомпании «Надым». Самые творческие и крепкие кочевые семьи района вновь собрались на одной площадке, чтобы в 14-й раз определить, кто же получит звание лучшей. В прошлые годы состязания проводили в два дня, но в этом покорить сердца зрителей и жюри придется с первого взгляда. Работаем в этом году все этапы конкурса на улице, и все это у нас происходит в один день. Если раньше мы были в зале и на улице, в этом году, в таких приближенных к жизни тундровиков условиях. В конкурсе в этом году у нас шесть семей. Для участников подготовили три номинации. Начались состязания по традиции с визитной карточки. Именно на этом этапе семьи делились своими обычаями и историей. «Я родилась и выросла в многодетной семье. С детства знакома шитьем национальной одежды, выделкой лап и шкур». Первое впечатление, как известно, решает многое. Этот этап потребовал полной отдачи. Особенно волновались новички. «Я вообще второй раз только участвую в кочевой семье из Ныды». «Сколько членов семьи привезли на конкурс, скажите?» «Шесть человек». «Шесть человек?» «Да». «А деток сколько?» «Двое деток и двое племянниц». Все участники конкурса – многодетные семьи, поэтому покорять жюри приехали полным составом. От самых старших родственников до малышей. Последние, к слову, тоже старательно готовились к конкурсу. «Все обулись потеплей, на мороз станет веселей». Если первый этап конкурса рассказывает об актерских способностях участников, то этот – о их рукотворчестве. Посмотрите, какая тонкая работа. Недаром хозяйки чума славятся своим шитьем. Они с удовольствием покрывают изделие бисером, различными лентами, декоративными пуговицами. Каждая мастерица готовилась к этому этапу особенно тщательно. За иглой и бисером было проведено немало длинных северных ночей. На выставку привезли самое ценное. «Это туча моя. А что такое туча, расскажите?» «Это мешочек. Шью свою эту шитью. Тут у меня лежит игольница». «Скажите, как долго расшивали такие узоры?» «Ну, это время надо. Не все сразу делается. Все постепенно. Сперва надо материал собрать, где-то найти, достать его. И потом потихонечку шьешь. Мы же не только шитьем занимаемся, в чуме много работы». Для зрителей это одна из самых любимых ступеней состязания. Ведь это возможность близко познакомиться с прикладным творчеством коренных жителей. Кропотливая работа впечатляет, особенно если это встреча с ямальским колоритом первая. «Красивее все, все радует». «А национальные наряды нравятся вам?» «Да, очень даже. Я хочу себе такое приобрести». Финальный этап – это дефиле зимних нарядов. На Надымской неделе моды свои тренды. Модели должны быть и красивыми, и теплыми. Образы отличаются по стилю, ведь хозяйка чума сама обшивает семейство. Каждый стежок выполняет с любовью и заботой. Дополнительные очки принесла и оригинальная подача. «Что завидует Юдашкин? Мех! Пушист! Красив и бел! По коже аж мурашки!» Жюри не просто было сделать выбор, ведь участники выступали достойно. Победителем стала семья Пандо из Ныды, а гран-при увезла домой в Кутупюган семья Анагурича. Наталья Малышенко, Евгений Ануфреев. Специально для службы новостей «Импульс». Субтитры создавал DimaTorzok